Всем привет дорогие зрители и это еженедельная рубрика игровых консольных новостей от канала GamesMafia и на протяжении последующих 8 минут мы разберем главное событие за последние 7 дней. Поэтому устраиваемся поудобней и приступаем к разбору. Предполагаемый эксклюзив PlayStation 5 Final Fantasy 16 будет иметь временный характер. Статус игры официально подтвержден. Ранее в журнале PlayStation Magazine упоминалось, что Final Fantasy 16 будет временным эксклюзивом PlayStation 5 и примерно через 1 год появится на ПК и возможно на консолях Microsoft. Информация подтвердилась бразильским отделением компании Sony. Так в рекламе PS5 опубликованной на YouTube PlayStation Brazil есть небольшой отрывок о Final Fantasy 16 и внизу кадра на 24 секунде появляется надпись. Игра будет доступна на других платформах в течение ограниченного времени после запуска PS5. Ранее с QNX обещали поделиться дополнительной информацией об игре в первой половине 2021 года, но пока наблюдается затишье. Одна из крупнейших торговых сетей Британии Carys в условиях острого дефицита консолей нового поколения разыгрывает возможность купить PlayStation 5. Для того, чтобы принять участие, участник должен быть старше 16 лет и также необходимо заполнить на официальном сайте несложную форму, указав свое имя, адрес и электронную почту. Счастливчики, которых выберут случайным образом, получат уникальный код на покупку PS5 с информацией о том, как получить консоль. Код будет действовать в течение 72 часов. Как по мне, так это уже перебор. Мало того, что тебе где-то необходимо взять деньги на новое поколение, так еще тебе необходимо выиграть код, который тебе позволит его купить. Китайские СМИ утверждают, что PlayStation 5 Slim уже находится в разработке и планируется его выпуск в 2023 году. Портал MyDrivers докладывает, что в 2023 году компания Sony планирует начать массовое производство Slim-версии консолей PlayStation 5. Исходя из информации, опубликованной журналистами, у Slim-версии PlayStation 5 будет уменьшенное энергопотребление и, конечно же, уменьшенная конструкция корпуса. Собственно говоря, неудивительные особенности, так как они и являются основополагающими Slim-версии нового поколения. Также стоит отметить, что издание полагает, что в перспективе компания Sony планирует выпустить более мощную модель версии PlayStation 5. К примеру, как это было с PlayStation 4, когда выпустили PS4 Pro. К сожалению, информация официально не подтверждена, но учитывая трехлетний цикл обновления консолей, которого придерживается Sony, это не фейк и, скорее всего, 2023 год станет релизным для Slim-версии PlayStation 5. Японское подразделение Sony анонсировало трансляцию, посвященную Resident Evil Village и Final Fantasy VII Remake Intergrade. Продолжение Final Fantasy VII Remake, который сейчас дают по подписке PlayStation Plus. Трансляция пройдет на YouTube и запланирована на 21 марта. На мероприятии выступит директор Capcom и продюсер Square Enix. Пока что неизвестно, что будет показано на мероприятии, но смею предположить, что после презентации станет доступна для консолей PlayStation 4 демо-версия игры Resident Evil Village. Продажи игровой консоли PlayStation 5 в феврале достигли максимума за 10 лет. Стоит отметить, что благодаря высокой популярности PlayStation 5 компания Sony завоевала второе место по продажам игровой консоли в США и в данный момент консоль является самой быстро продаваемой игровой платформой за всю историю США. Как минимум стоит отметить тот факт, что на территории США консоль PlayStation 5 стоит на порядок дешевле в пересчете на русский рубль, либо же украинскую гривну, если даже ее сравнивать с официальным прайсом. И при правильно выстроенной транспортировке консолей из США в страны СНГ, либо же Евросоюза, можно заработать немалые деньги. И только за счет конвертации. Античит система Denuvo стала доступна разработчикам на PlayStation 5. Начиная с 12 марта PS5 официально поддерживает программу и уже сейчас авторы многих игр могут свободно имплементировать ее в различные релизы. Соответствующий анонс компания разработчиков сделала на своем официальном сайте. Согласно заявлению, стоящие за Denuvo специалисты надеются оказать разработчикам игр для PlayStation 5 поддержку в создании честного и справедливого онлайн пространства. По заверению авторов, технология способна ограничить возможности недобросовестных пользователей во взломе игровых файлов, что потенциально не позволит им создавать себе искусственное преимущество или же манипулировать системой игрового процесса. Также стоит отметить, что разработчики акцентируют свое внимание, что античит программа не оказывает никакого влияния на производительность системы PlayStation 5. А значит, авторы игр могут удобным образом использовать систему, не переживая о дополнительной оптимизации системы. Если до этого момента вы считали, что на консолях нет читеров и игры не поддаются взлому, то я вас хочу удивить. Взломать в принципе можно все, только консоли как таковой не являются таким прямым рассадником читеров. И для того, чтобы сделать себе определенные привилегии в игре, вам придется изрядно попотеть, но все же это возможно. На этой неделе завершилось слияние двух гигантов Microsoft и Bethesda. В свою очередь, компания Bethesda официально подтвердила, что несмотря на переход к Microsoft, шутер Deathloop останется временным эксклюзивом PlayStation 5, релиз которого запланирован на 21 мая. Patchland разработчик Dying Light 2 поделится новой информацией об игре уже 17 марта. Довольно продолжительное молчание компании прервано и ожидается, что авторы покажут новый геймплей и наконец-то сообщат дату выхода игры. Напомню, что Dying Light 2 это продолжение первой части культового зомби-экшена с элементами хоррора в открытом мире. В общем, ждем новые подробности 17 марта. На этой неделе у одного из самых популярных условно-бесплатных проектов, который также есть на консолях PlayStation, состоялся маленький, но все же юбилей. Игре один год. Call of Duty Warzone. Для игры в скором времени обещают видоизмененную основную карту, новые режимы и больше интерактивности. Игра за один год существования завоевала огромнейшую аудиторию среди всех платформ. Напомню, что Call of Duty Warzone является кроссплатформенным проектом, который как-никак объединяет все платформы. Новое очередное обновление скидок в цифровом магазине PlayStation Store на этой неделе у нас выдалось скудноватое. Итак, новая компания называется Приквелы и Сиквелы и продлится ровно две недели. Ну, конечно же, из стартового момента. Суммарное количество новых предложений менее чем 100 штук, и это уже является плохим показателем. Если в целом оценивать новую компанию, то я бы вам рекомендовал воздержаться от покупок. И большому сожалению нет таких громких ожидаемых проектов, к примеру, как Spider-Man Miles Morales, или даже может быть чего-то более старого, но не менее годного. В общем, моя вам рекомендация воздержаться. Но если же вы хотите отдать свои кровные, то обзор на новую компанию я для вас оставил в описании. По классике рубрики разыграем карту пополнения в виде 500 рублей для PSN-а среди подписчиков, которые оставили коммент. Сегодняшний победитель, и я в очередной раз напоминаю, что для того, чтобы принять участие, необходимо оставить комментарий конкретно под последним актуальным дайджестом, и в следующем выпуске мы выбираем один самый интересный экстраваганный комментарий, в общем, который нас зацепил, и автор которого получит небольшое поощрение. Всем желаю удачи, и напоминаю, что не забываем подписываться на канал, обязательно поддерживаем ролик лайком, и обязательно скоро увидимся. Всем пока!